Для того, чтобы обозначить учение христианское, в первых веках использовали слово «путь». И с одной стороны это понятно, потому что Иисус сам о себе в свое время сказал, что «я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Во-первых, Он говорит «я есть путь, пошли со мной, пошли в этот путь». Но я думаю, также христиан и их учение называли путем, потому что это слово как нельзя лучше описывает вот эти ценности и вот этот образ жизни, в котором находились христиане того времени. Они были в пути, они исполняли волю Божью, они понимали эту цель, которую Бог для них поставил, и поэтому они не были паровозом, стоящим на месте. Они осознавали эту цель, которую Бог для них поставил, просто подарив им отношения, и они стремительно двигались, чтобы исполнить эту цель, чтобы выполнить эти задачи. Вы знаете, что в первые три столетия до 300 года это небольшая вначале, небольшая группа людей, христиане, которые уверовали в Иисуса Христа, они проповедовали, они практически почти всем людям того времени они смогли передать вот это послание, рассказать об Иисусе Христе. И это несмотря на гонения, которые они переживали. Во-первых, гонения от еврейского народа. Вначале церковь в основном состояла из евреев, потому что Иисус прежде всего там проповедовал, и прежде всего евреи покаялись, и из них состояла первая церковь, но другие евреи, они называли это Назарейской сектой. И они гнали настоящих христиан. Они считали, что Иисус это самозванец, это сегодня, спустя 2000 лет, мы понимаем, это самое круто, что мы можем иметь, это веровать в Иисуса Христа, но тогда они назывались Назарейской ересью. И христиане настоящие переживали сильные гонения со стороны иудеев, с другой стороны римляне, которые считали, что христиане, проповедуя о любви, могут ослабить их боевой дух, этот боевой настрой государства, и сделать Рим слабым. Поэтому они тоже гнали христиан. А кроме этого, внутри церкви возникали разные лжеучения, которые пытались проникнуть в церковь, разные ереси, и там была борьба. Итак, гонения со стороны евреев, гонения со стороны язычников, внутри разные трудности, и при этом это была сильнейшая церковь первые три столетия. Они проповедовали везде. Посмотрите, как о них написано, когда гонения были. Своими словами скажу. Там написано, что немалый мятеж был возмущен. Там Стефана тогда побили камнями. И это давление на христианскую церковь было. И вся церковь написана, кроме апостолов, они рассеялись, разошлись по всем местам. И при этом везде, на всяком месте, они проповедовали Слово Божье. И в результате рождались церкви, появлялись новые собрания. И Слово Божье, вопреки вот этим всем давлениям и гонениям, оно еще больше распространялось. Это первоапостольская церковь. Они были этим движущимся на скорости паровозом, для которых, казалось бы, нет никаких препятствий.